коллеги добрый день начинаем программу рынок середина дня сегодня у нас в гостях трейдер на американском рынке саймон брагинский саймон добрый день добрый день добрый день всем а сегодня у нас передача краткий обзор американского рынка за прошедшую неделю и сегодня я хочу рассказать вам о тех значимых событиях которые на американском рынке произошли за прошлую неделю и остановиться на некоторых из них в подробности а что у нас произошло на просу на прошлой неделе произошло в связи с окончанием первого квартала который у нас заканчивается как раз сегодня 31 марта произошло так называемая profit making или произошла фиксация прибыли на секторах которые инвесторам дали основную прибыль за первый квартал первую очередь это относится к акциям биотехнологий которые выросли с первого января на 21 процент и акциям технологических компаний которые выросли тоже достаточно хорошо для примера есть у нас russell 2000 индекс маленьких и средних компаний вырос с начала года до ноль целых шестидесятых процентов на ноль целых шестьдесятых процента у нас сначала в минусе на два с небольшим процента поэтому мы с вами видим что допустим а так называемый январский эффект который у нас обычно свойственен январю месяца когда маленькие компании аут-перформинг то есть показывают лучшую доходность чем акции больших компаний он у нас произошел феврале и в какой-то степени в марте месяце что еще я бы хотел сказать то есть фиксация этих прибыли была достаточно серьезной например а в один день это у нас по моему четверг акции сами кондатор акции полупроводниковых компаний это филадельфия сами кондатор индекс упали более чем на 4 процента акции биотехнологических компаний тоже очень здорово упали но на этом секторе я хочу остановиться более подробно поскольку это один из тех секторов на который я обращаю мое пристальное внимание с точки зрения долгосрочных и среднесрочных инвестиций а допустим за прошлый год индекс акции биотехнологических компаний поднялись более чем на 60 процентов и если вы следите за динамикой айпио выхода и нишел пабликов выхода новых компаний на рынок то среди них примерно 50 процентов это биотехнологические компании у рынка сейчас есть на этот сектор аппетит и такие компании с удовольствием покупаются инвесторами я хочу вам назвать несколько компаний я сейчас напечатаю внизу вот справа от экрана но запечатайте компании что вы видели потом посмотрите на графике чтобы я не терял время вы увидите насколько эти компании поднялись я к примеру об одну компанию spx это компания которая вчера вы извиняюсь spx да spx эта компания вчера была куплена с премиумом 41 процент компании teva pharmaceutical израильской такой мощной крупной компанией и я просто проанализировал эту компанию она с начала года ты за год подняла 14 долларов до 100 долларов и таких биотехнологических компаний масса которые за год показали ну там 80 90 процентов прибыли иногда даже стоит 200 процентов прибыли таких компаний большое множество почему это происходит это скорее всего происходит с obama care программы у нас сейчас по америке растут акции медицинских компаний акции госпиталей акции страховых компаний которые дают медицинскую страховку то есть медицина это остается сектором номер один потому что на медицину на лекарства тратятся большие средства выделяются большие средства и эти компании являются собой большой потенциал этот Этот сектор достаточно сложный, потому что, допустим, проанализировать биотехнологическую компанию, допустим, на предмет ее возможного потенциального роста, на 100% и больше процентов, очень тяжело. Я пытаюсь это сейчас делать, выработав какой-то алгоритм в подходе, в выборке биотехнологических компаний, но это достаточно сложный процесс, и я, допустим, в своем курсе, который я планирую провести в ближайшее время, об этом расскажу. Значит, что еще хотелось бы мне отметить? Хотелось бы мне отметить, что в пятницу рынок уже сделал попытку возврата, а вчера уже сделал эту попытку, основные индексы S&P и Dow Jones поднялись почти что на 1,5%. Произошло это в силу того, что Китай дал позитивный прогноз по росту своей экономики, китайское правительство, государство, оно показало свою поддержку китайской экономике, готово ввести какие-то меры стимуляции, поэтому китайская экономика дала вчера так называемый толчок и европейским рынкам, и американскому рынку. Что же будет происходить с американским рынком в дальнейшем? Все мы, как я уже говорил на прошлых своих выступлениях, ожидаем дальнейшей политики Феда в отношении поднятия процентной ставки. Я вам приведу интересную статистику. А процентная ставка за последние годы поднималась три раза. То есть первый период у нас был 1994 год, второй период был 1999 год и третий раз это было в 2004 году. То есть за последнее время, то есть мы берем период, 20-летний фактически период, процентная ставка поднималась три раза. Все эти три раза происходило падение рынка, за исключением вот 2004 года, когда рынок еще не отреагировал на это, и в принципе он продолжал идти, галлон продолжал идти наверх. А так в 94-м, 95-м году, я как раз пришел в 94-м году на рынок, происходил спад рынка, а 99-й, 2000-й год, все мы помним, ну я думаю, кто интересуется рынком, тогда произошел значительный спад рынка, связанный еще и с .com bubble. Значит, поэтому падение происходит, как вот аналитики многие говорят, за полгода до поднятия процентной ставки и в течение полугода-года после уже так называемого события, когда оно произойдет, поднятие процентной ставки. Поэтому многие аналисты рекомендуют ликвидировать свои портфели, выйти из акций и уйти в кэш уже в июне месяце, потому что на июнь планируется как бы первая дата возможного поднятия процентной ставки, также процентная ставка, если не в июне, она будет поднята в сентябре, поэтому в июне уже рекомендуют выходить из акций. Также я хочу еще обратить ваше внимание на одно интересное событие, вы, наверное, многие из вас об этом не знают, если знают, то, возможно, вам будет интересно узнать о нем. Значит, я вам говорил, что на прошлой неделе акции полупроводниковых компаний, такие как Intel, такие как Broadcom, такие как NXPI и множество других, EDI, Altera, XLNX, а множество этих компаний упали. Я вам сказал, что индекс упал более чем на 4%, это было самое его сильное падение с октября 2014 года. Но произошло в пятницу после вот этого падения интересное событие. Всегда, как и в нефтяном секторе, когда сектор сильно падает, хотя сами контактеры или полупроводники упали не так сильно, всегда начинает происходить консолидация. Эта консолидация произошла и в секторе полупроводников. Что произошло в пятницу? Компания Intel дала бит на Altera. То есть Intel, это у нас, как вы знаете, компания номер один, она входит в Dow Jones, это компания лидер технологий, но она за последнее время отстала от своих конкурентов из-за того, что она как бы осталась в сегменте PCs. То есть она для десктопа PCs выпускает полупроводники, а долю же свою в таких сегментах, как ноутбуки и планшеты, она уже давно утратила. Поэтому она решила приобрести одного из конкурентов, компанию Altera, и дала на эту компанию бит на 9 долларов, превышающую стоимость компании Altera. Я хочу вам рассказать, это будет интересное как раз такое отступление. Один трейдер на этой новости заработал 2,5 миллиона долларов. Как это произошло? Мы многие знаем, у меня есть товарищ, который торгует роботов, а роботы могут получать фильтры из Твиттера. То есть что этот человек получил? Он получил, то есть новости, они понимают, очень как бы, ну, иногда запаздывают, кто-то их получает вперед других, кто-то получает во время нужное, кто-то за пару секунд до того, поэтому там доля секунды даже играет роль. И этот трейдер через Твиттер получил фильтр о возможной сделке по покупке Intel'ом компании Altera. И что он сделал? Он как бы, ну, сделал очень умную вещь, поскольку, допустим, покупать акции компании, которые там на тот момент стоили 34 доллара, чтобы, допустим, купить там 10 тысяч акций, нужно было достаточно большую сумму, более 3 миллионов. Он купил опционы, он купил более 3 тысячи 100 контрактов, 3 тысячи 158 контрактов, он купил право покупки компании Altera по 36 долларов в апреле месяце. Апрельские опционы у нас истекают 17 апреля, он купил право покупки этих акций 3 тысячи 158 контрактов, это 315 тысяч 800 акций. То есть он купил право покупки на 315 тысяч 700 акций Altera по 36 долларов в апреле месяце. Заплатил он за это право 35 центов. Он инвестировал в это 110 тысяч, чуть более чем 110 тысяч долларов. К моменту ассимиляции этой новости, когда новость была уже ассимилирована и вышла, когда все о ней узнали, этот опцион уже стоил вместо 35 центов, он стоил 8 долларов и 10 центов. Он человек, я не знаю, продал, зафиксировал прибыль или нет, но это была так называемая, это называется арбитражная сделка, когда человек уже заранее знает о каком-то совершении, какого-то события. И это я называю как take a candy from the baby, то есть забрать конфету у ребенка или как бы забрать деньги у рынка, когда ты знаешь о каком-то событии, которое произойдет. Знаете, как иногда показывают фильмы о машине времени, когда человек может уйти в прошлое и узная, как что, например, произойдет, выйдет какая-то компания Google, какое-то время, которое потом удистерится, когда у тебя есть такая информация, понятное дело, ты можешь получить какую-то прибыль от этого. Поэтому этот трейдер использовал преимущество технологии, он получил своевременный колл через свой фильтр от Twitter и сумел это заработать. Почему не смогли заработать другие? Я начинаю уже как бы задумываться, как самому начать получать такие вот фильтры, как основные такие фильтры и как самому получать такую информацию, потому что технология в наше время значит все, и кто владеет информацией, тот владеет миром, недаром такое говорят. Значит, что еще я хочу сказать, я хочу также упомянуть пару сделку, которую Ворон Баффет совершил, как мы знаем, я уже об этом неоднократно писал в своих соцсетях. Ворон Баффет у нас инвестирует, то есть он в биотехнологии не инвестирует, в технологические компании он не инвестирует, он только инвестирует в реальный сектор. Что Ворон Баффет сделал, он не так давно купил компанию Heinz, то есть компанию производителя кетчупа, а на прошлой неделе он купил компанию Kraftfood, которая тоже выпускает консервы, выпускает продукты, которые он планирует объединить с компанией Heinz. Ворон Баффет достаточно активен на рынке и в недавнее время он как раз увеличил свои позиции в компании Coca-Cola. Он считает, что Coca-Cola достаточно недооценен, это одна из составляющих Dow Jones. Компания Coca-Cola у нас как бы за год вместе с рынком не прошла, то есть она остается на таком уровне, на котором была долгое время. И, допустим, Ворон Баффет имеет 9,2% стейка в этой компании в Coca-Cola. Это его второй холдинг из всех его позиций. На первом же месте у него в этом холдинге компания Wells Fargo. Это банк, который номер один банк в Америке по кредитам. Этот банк дает кредиты. И этот банк был, когда вот был последний кредитный, ну, кризис ипотечный в 2008-2009 году, этот банк был одним из таких многих, который до последнего держался и не падал. Поэтому я всегда слежу за тем, что делает Ворон Баффет, за тем, что делают другие гуру о рынках. И вот не так давно я в своих соцсетях напечатал в Facebook, в своей группе, я напечатал статью, что вот есть один американский такой гуру-инвестор, фамилию его сейчас не назову, не помню, но он, допустим, известен тем, что с момента основания своего фонда в 1982 году он увеличил капитал с 28 миллионов до 32 миллиардов. Достаточно такой известный гуру, который пользуется как такими стандартными методами инвестирования, когда он инвестирует, допустим, в такие крупные компании, как Ворон Баффет, в такие, ну, называемые, в «Голубые фишки» инвестирует. Но у него также есть альтернативные стратегии, когда он покупает опционы, когда он использует элементы опционной торговли и также инвестирует в акцию биотехнологий. Когда я увидел, ну, и он, как бы, есть такая форма 13F, это форма, в которой крупные инвесторы должны показывать свои крупные покупки той или иной компании. Так есть пару компаний, то есть кому это интересно, может найти меня в социальной группе в Facebook и посмотреть, какие акции, допустим, вот эти гуру инвестиционного мира биотехнологические покупают. То есть я всегда на это смотрю и, как бы, использую свои стратегии. И последнее, что я сегодня хочу сказать в своем выступлении, до того, как мы перейдем к вопросам, это я хочу путем демонстрации экрана рассказать вам про IPO. Сейчас я перехожу к демонстрации экрана. Значит, секундочку, демонстрация экрана. Ага. Так, демонстрация экрана, начать демонстрацию. Так. Так, у меня брифинг должно быть на экране. Ну вот пока еще не вижу. Поделить. Пока еще не вижу я. Не видно? Ну вот я пока не вижу. Сейчас еще открою даже. А вот сейчас видно хорошо. Все, поднимаем страничку, все, видим. Ага. Значит, я вот, брифинг это сайт, который я использую. Это платный сайт, из которого я черпаю инвестиционные идеи. И что я хочу сейчас вам показать, я всегда внимательно слежу за IPO календарем. IPO это initial public offer, или, как я вам сказал, новые компании, которые выходят на рынок, и на них есть так называемый календарь. То есть мы по датам можем видеть, когда та или иная компания выходит. Я всегда IPO торгую и пытаюсь проанализировать их на возможное движение наверх. Значит, что у нас на этой неделе выходит достаточно значимое IPO. Я вам укажу просто на два IPO, которые вы тоже, в принципе, если у кого-то есть доступ к американской платформе, или кто-то торгует в американский фондовый рынок, вы можете в этом IPO поучаствовать. Есть такая компания, ну будет такая компания в GoDaddy. Это одна из таких крупнейших хостинговых компаний, которая предоставляет хостинг для различных сайтов. И вот эта компания выпускает IPO, 22 миллиона акций, планируемая диапазон цены 17-19 долларов. Underwriter, то есть это инвестиционные банки, которые выводят эту компанию на рынок, это Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup, которые также используют в качестве co-managers Deutsche Bank, Warclay, RBC, Piper Jeffery и другие компании. Значит, я не буду вникать в сущность IPO процесса. Единственное, что я вам скажу, вот мой алгоритм, который работает, если, допустим, мои стратегии по квартальным отчетам работают примерно на 80% и чуть более, то мои стратегии, то есть если можно так назвать, просто я, допустим, понимаю процесс IPO, и я понимаю, что можно ожидать от акций, какие IPO нужно заходить, работает на 100%, может быть, 0,5% просадка, 99,5%. Что для меня интересно? Для меня интересный сектор, в котором выходит эта компания, это как бы ожидаемое IPO, это сектор технологий. Для меня интересно, кто выводит эту акцию на рынок, в данном случае я вижу два хороших имени, в лице Morgan Stanley, JP Morgan. И также для меня важно, вот, допустим, это IPO выходит на этой неделе, но это не значит, что оно выйдет сегодня, то есть оно может выйти в пятницу, в четверг или в среду. И зачем я наблюдаю? Я наблюдаю за изменением диапазона. Допустим, у нас может этот диапазон за день до выхода этого IPO измениться в большую или в меньшую сторону. Если, например, диапазон будет уже 18-20 долларов или 20 долларов, 22 доллара, я понимаю, что спрос на это IPO выше, чем предложение, и акция, скорее всего, пойдет вверх. И также для меня важна цена открытия. Если акция открывается выше уже пересмотренного рейнджа, который, скажем, был пересмотрен в большую сторону, а акция открывается еще выше, то вероятность позитивности этой сделки еще более повышается. Поэтому я всем рекомендую вот посмотреть на эту акцию. Она, скорее всего, выйдет в четверг или в пятницу. И, допустим, я бы рекомендовал, я в такие позиции захожу в маркет, а обычно IPO открывается в 10 часов, в 9.30 открывается рынок, IPO где-то после 10 открывается. Я бы это IPO предложил вам рассмотреть. Также вот выходит интересное IPO в апреле месяце, уже в 20-х числах апреля. Это компания Adam Agriculture. То есть это компания, которая выводит Goldman Sachs. А когда я слышу имя Goldman Sachs, поскольку я эту компанию неплохо знаю, часто с ними встречался, работая в инвестиционном мире, эта компания всегда, она никогда не подпишется на IPO, которая плохая. То есть эта компания Goldman Sachs всегда заботится о своей репутации. И я тоже, кстати, заботюсь о своей репутации. Всегда стараюсь давать хорошие прогнозы, которые должны сработать, потому что если она не сработает, то я свою репутацию испорчу. А поэтому эта компания Adams тоже в таком неплохом секторе, в секторе сельского хозяйства. Кушать всем хочется, покупают как зерно, так и методы защиты растений покупают, и пестициды разные, удобрения покупают. Поэтому это перспективный тоже сектор. И эту компанию тоже я бы предложил рассмотреть. Так, у меня на сегодня все. Теперь я жду вопросов. Саймон, вам надо включить свою камеру. Так, включил. Все, хорошо. Сейчас вы у нас появитесь. Коллеги, пожалуйста, какие вопросы есть? А я пока начну первым. IPO в Америке. Вот вы упомянули, мы обсуждаем, как дорого провести для компании IPO на какой-либо из американских бирж. Ну вот я, к примеру, могу сказать, вот я не так давно общался с одним человеком, который вот, допустим, у него была инвестиционная компания, он был одним из немногих речистер-репрезентатив в Украине, который пытался вводить компанию на варшавскую фондовую биржу. Допустим, в Варшаве сейчас порядка 27 украинских компаний торгуются. И, допустим, разговор начинается с 10 тысяч евро. То есть 10 тысяч евро стоит подготовка компании, то есть рассмотрение, аудит, подготовка и вывод ее на биржу. Ну, допустим, варшавская биржа, конечно, это не американский фондовый рынок. Допустим, опять же, в Америке процесс IPO стоит разных денег, зависит от того, куда вы хотите вывести акцию. Если вы хотите вывести на NICE или на New York State Exchange, это явно будет стоить дороже, чем ее вывод на NASDAQ. То есть NASDAQ предъявляет меньше требований, допустим, акция не должна иметь дополнительной истории, может быть, неприбыльной, может быть, какой-то стартап. Поэтому я, кстати, тоже один год проработал в инвестиционном бенкинге, и мы выводили вот как раз в Датком время, в 99-м году мы выводили компании на рынок. Для компании же это, ну, я вам скажу, это с лихвой, этот процесс с лихвой окупается. Потому что, понимаете, эти затраты, возможно, составляют, ну, там, один, может быть, два максимум процента от той суммы, которую компания получает после вывода акции на IPO. Нет, у меня вопрос конкретный. Вот сколько заплатит компания в целом, может заплатить порядок цены? Там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч? Ну, порядка полутора миллионов, где-то двух миллионов, где-то, ну, по моей мерке. Просто я о больших компаниях говорю. Мелкие компании мы там выводили за 250, за 300 тысяч, то есть более мелкие. Все зависит от капитализации компании, которая выходит на рынок. Если компания хочет получить миллионы, там, или миллиарды, то, понятное дело, ну, будет в процентах, ну, процент просто будет тоже, но сумма будет выше. А платится до IPO или после IPO? А какие-то деньги платятся сразу же, какие-то платятся уже после полной реализации. То есть, ну, я думаю, процентов где-то 40 платится, 30-40 платится, ну, Абфрант, как это говорится, остальные деньги платятся уже по реализации. Я понял вас. Ну, дорогое достаточно удовольствие, конечно, даже для американских компаний, но если, так сказать, это частично привязано к результату, и потом, ну... Да, это нацелено на результат, да. Вполне, вполне, конечно, допустимо. Ясненько. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы по американскому рынку. Я хочу сказать откровенно, что у нас американский рынок идет достаточно тяжело, потому что, ну, прежде всего, брокер, понятно, поэтому, если у вас будет возможность там больше рассказать о брокерах, которые предоставляют доступ, или предложить каких-то брокеров, или, так сказать, может быть, прямо провести обучение какое-то, как это лучше организовать и так далее, это было бы очень здорово. И мы с вами эту тему обсуждали как-то раз, так что если вдруг через недельку будет такая возможность, то с удовольствием давайте обсудим это. Ну, это как раз следующее свое выступление, которое в качестве вебинара, которое я планирую вот на следующий вторник, который мы назвали, «Как заработать на американском фондовом рынке». Я думаю, открытие счета и обучение – это является как бы обязательной частью процесса, потому что если человек не знает, как договорить, не знает, где открыть счет, то, соответственно, он и не будет знать, с чего начать. Поэтому это, конечно, вопрос будет обсуждаться. Да, хорошо. Давайте тогда, Саймон, на этом остановимся, поскольку это такая тема очень интересная. Я думаю, что в следующий вторник мы подробнее об этом поговорим. Спасибо вам на сегодня большое. Я лично тоже очень много для себя нового узнал, и по IPO в частности, и по тем компаниям, которые нам озвучили, и, кстати, по Intel тоже ситуацию. Я не был в курсе этого всего, так что это очень интересно. Спасибо вам огромное. Хороших торгов сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания.